Всем привет, с вами Шуха и в этой рубрике отправляю гостей на проклятые аккаунты с лоупорядочностью, которые мне предоставляют подписчики, как например этот аккаунт. По словам хозяина, Ака чуть ли не в каждой игре байбеки впустую, даблмит и так далее. Порядочность 3800 и около 2500 ммр. Ну а проверить свои силы на этом Аке, топовый Рубик стример Саид Савиол. На сегне у него около 3000 матчей, он действительно очень круто играет на Рубике, посмотрев видос, сами всё поймёте. Кстати, обязательно смотрите до конца, там увидите кое-что новое для себя. Приятного просмотра. Ребята, проклятый аккаунт, сегодня с нами нереальный игрок на Рубике Саид Савиол, многие знают его, мне кстати очень много людей писало, чтобы тебя позвал, между прочим. Серьёзно? Да. Офигеть. Вот, так что есть люди, есть люди, кто тебя знает. Сколько игр у тебя на Рубике, давай вот просто... Где-то в 2014 году я начал играть на нём, но игр наверное около 3000, я 100% не могу знать, у меня есть... Ну много, да? Ну много, да. Всё, ребят, тут у нас проклятый аккаунт, рейтинг невысокий, давай покажем порядочность. Тут мы, ну это такая пробная рубрика, покажем красоту Рубика, постараемся. Вот, ну тут 37-й левел аккаунта, 2000 с чем-то рейтинга, 3800 порядочности. Кстати, когда 3800, то не в мути, когда ниже 3000, то и в мути. Да, да. То есть ты сможешь общаться и писать в общий чат. Да, да. Рубика возьмём, ребят, не как всегда на ФП, а на Ласпик. Почему? Потому что если мы возьмём Рубика на ФП, ну чтобы они, не знаете, не пытались... Ну подумают, у них такая логика, там условно не возьму Магнус или кого-то там, фиссуры, шейкеры, чтобы фиссуры не стырил. Поэтому возьмём на Ласпик, чтобы было что вырывать, да? Ну такая логика. Вот, возможно на Лоу ПТС актуально. Правильно, Саид? Да, чаще всего на Лоу ПТС это и бывает. Если видит Рубика, то точно не возьмём Тайтхантера, точно не возьмём Магнуса, точно не возьмём Энигму. А против кого ты больше всего любишь играть? Наверное, против Энигмы, да, лучше всего хайлайт делать? Против Энигмы, конечно, это самая лёгкая вообще кнопка, там прям, ну, переворачивает игры, ну, игру, замесы и... Ну, в общем, всё может сделать одна кнопка. Но, тем не менее, на данный момент мой любимый чар это Мирана. Против Мирана прям супер офигенно, так как у неё есть Аганим. Там, как все знают, Рубика пассивка бустит дэмэдж. В итоге, что мы получаем? С Аганима мы получаем стрелу Мирана, под стрелой у неё вылетает Старшторм. А, и здесь Аганим, да? Да, и по таргету, по которому ты попал, Старшторм вылетает два раза Старшторм. Ну, конечно, уменьшенный, уменьшенный урон. Но, тем не менее, он очень сильный под пассивкой. В итоге ты можешь прям шотать, там, условно, любого саппорта одной кнопкой. Дал фейтболт, дал стрелу, там просто тяжело выжить. Слушай, ну вот ранний Рубик с огромным левелом, он какой-нибудь медовый, он с фейтболта нереально много дэмэджа наносит. Просто, когда ты играешь против саппорта Рубика и так далее, вот я сам замечал в играх, ну, не чувствуешь фейтболта. А когда мидер Рубик приходит, седьмой, а ты пятый левел, он тебе дает фейтболт, тебе пол лица отлетает просто. Да, еще и сейчас мета пошла. У меня там, я еще как-то снимал ролик насчет филактерия. Я первый раз пробовал филактерии, я офигел, сколько урона залетает с болта под филактерием. Плюс еще фишка в том, что пассивка Рубика усиляет все предметы. Даже когда вот, ну, все знают, типа, зажмешь альт, там есть усиленный урон. Даже если, зажав альт, усиленный урон не показывается, он все равно бустит предметы. Я постоянно после каждого патча, я захожу в демку и тэщу, урон филактерия тоже увеличивается. Около, там написано 150 урона, но она поднимается почти до 200 урона, пассивка Рубика. Поэтому под Рубиком она еще больнее бьет в итоге. Не, ну понял, пассивка, короче, бустит даже шмотку, да, магистрический демедж? Да, и филактерий, и догон, даже Вичблэйд бустит, она вот есть процентный урон там от интеллекта, все бустит. Я иногда даже покупаю, вот бывает такое, что вот ты играешь против какого-то пика, допустим, там особо ничего, ну, нету украсть магического. Было такое, что против меня играл Эмбер, я крал у него фисты и собирался в полу физ билд, то есть я крал молнии, ну, собирал молнии, имеется в виду, и играл от рестов. Ну, крал фисты и собирал молнии. Да, но я не шел дальше в физ демедж, просто молнии, а дальше уже по своему билду, там, в даггер, может быть, аганим, может быть, что-то такое, окторин и так далее. И фишка в том, что урон фистов бустится, и фишка в том, что урон молнии бустится пассивкой Рубика, то есть молнии сильнее дамаживают под Рубиком. И сам по себе, типа, Рубик кидает фисты, ты как бы с руки наносишь демедж, еще и молния прокает, а в замесе... Получается, можно и у Блатсикера первый спелс Терити на себя кинуть уже. Да, 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 это вообще ужас. На самом деле, там, если взять, пойти в билд через Дагон с Атериалом, и украдешь Блатсикера первый, там вообще забей, там очень тяжело выжить. Играл, в общем, вчера против Блатсикера, и против меня была Урса вражеская, у него было 2000 хп, я его шотнул под этим... Чего, с Дагона, что ли? Нет, ну, с прокаста шотнул, имеется в виду. Забафался Сикера первый. Тело поднял и, короче, убил его. Да, да, да. 2000 хп прям улетели, то есть это Сикера первая, это Филак Терри, Этериал Дагон и Фейдболт, все. Он, в общем, за один телекинез вражеский керри просто стерся. Да, он в шоке был, да? Да, он там писал, говорил, охренеть, что это, говорит, почему, говорит, что за скрытая имба, говорит, герой вообще какой-то. О, катку нашли. Сюда. Итак, это есть несколько препятствий. Препятствие номер один. Главное, чтобы Рубика не забанили, что чаще всего, конечно, бывает. Я не знаю, может быть, там, говорили, что овервульфы сейчас не работают, но, тем не менее, у меня такое ощущение, что Рубика банят. На самом деле, нет персонажа, которого я боюсь, по сути. Есть Хоскар и Темпларка. Пусть у них очень тяжело играть, но я... Ну, на миду просто сложно стоять. Да, но я баню тех, кто гангует. Вот сейчас в мете всякие инвизники, типа Клингза и... Не знаю, я баню, ВР-ку, знаешь, Виверну, всяких вот этих мерзких универсалов. Я вот думаю, может, все спикнуть его, а потом мне могут его не отдать. Давай, как хочешь. Может, спустырить его. Так и бывает. Много раз, очень много раз было такое, что вот моя четверка пикает Рубика. У врагов офигенный пик. Вот ты видишь вражеский пик, и ты понимаешь, что все, я здесь очень много всего сделаю. Но в итоге мне четверка просто не отдает Рубика. Он говорит, да пошел ты, там, Рубик не мидер и так далее. Все абсолютно. Так, уже хорошо, уже неплохо. Есть Акс, есть Тренд. Что у нас есть? В общем, у Акса есть Агр, есть Ульта. Когда собираешь Аганим, Акса Агр вешает его вторую на всех целей. Да. И под Рубиком это очень много урона. Она как бы жгет всех, и это плюс контроль. Если у Акса она... Ну, Ульта Тренд, да, есть из приятных. Да, Ульта Тренд, естественно. Кроме Ульта, я там особо ничего не краду. Можно, конечно, лозу украсть, чтобы, допустим, если у тебя нет вообще слотов, чтобы забить, там, затычку сделать, пока откатится, сплостил, можно украсть. А вот это уже из особо неприятных... Ну, фиссура есть, слушаю. Фиссура есть. Антимаг неприятные новости. Да, антимаг неприятные. Ну, у антимага кнопки есть, конечно, там есть Блинк, там, чтобы мобильности прибавить себе. Есть Ульта, просто я убивать не смогу антимага. Это мне уже на команду нужно рассчитывать. Но играть... Давай посмотрим сейчас, что будет тут. Еще у Шейкера раньше, до патча, кто знал, вместе с фиссурой кралась его пассивка, Афтершок. То есть, когда ты нажимаешь... Да, не, не шардон, без шарда. Просто ты калешь фиссуру, ты автоматически крал ее пассивку тоже. Ну, типа, она скрытая, не видна, но она работает. И каждый раз, когда ты нажимаешь свой спелл какой-то там, фейтбол, террекинез, область вокруг тебя оглушалась и наносила дополнительную урожу. Да, да, помню такое. Сейчас это не работает. Когда я это увидел, я так расстроился вообще, очень, ну, прям грустно было. Ну, сейчас, по сути, у Шейкера можно украсть фиссуру, но держаться на дистанции. Просто, чтобы кинуть, оглушить там, допустим, помочь команде. А раньше ты с фиссурой можешь прям в упор становишься с таргетом. Типа, автошок же наносит дэмэж вокруг себя. И с одного болта уходило пол хп просто улетало. Ну, это надо было в плите, кстати. Это что-то карта справа, кстати. Это что такое? Ребят, хочу поделиться с вами одним интересным сайтом, на который я сам частенько залетаю в перерывах между записями. Здесь множество игр, например, есть игра, где рыцарь открывает двери, суть которой проходить уровни, не нарвавшись на дракона. А вот в режиме краш, ваша задача предугадать обвал, и как можно ближе к нему выйти из игры, забрав свой кайф. Также на сайте имеется лайвчат, где можно пообщаться с другими игроками. Сайт полностью надежный, что подтверждает множество отзывов и официальная лицензия. Ссылка будет, как всегда, закрепее, но не забывай, что это азарт, тут можно как и выиграть, так и проиграть. Поэтому вылетать нужно осторожно и на деньги, которые готов потратить. Удачи! Тинкера. Ну, естественно, там надо боттель брать. Ну, не боттель, а танк брать. Там нужно... Поддержка БХ. Доживать. Типа, там, я думаю, виллу в Мид, наверное. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, ты имею в виду, что союзников мутить нельзя до конца игры. Серьезно, даже если они будут вот это говорить с партнерсом. Да-да, ты должен будешь их слушать, вот им сложить пропитого каунта. Все, я понял. Вард, конечно, вообще прекрасный. Бомбовый вард на варде. Да, всю жизнь мечтал о такой варде. Но я опс ставлю его на вражеской половине. Почему? Потому что санитряк ставится сюда. Я его ставлю не сразу, ну, не сразу. Я фарблю, когда противник занят крипами. Я одновременно добиваю крипа, ставлю, да, чтобы он не понял, что я его поставил. Крипов я не стопаю, никогда. Почему? Потому что вражеский мидер стопает крипов, и мы сражаемся над его половиной. Кстати, имею в виду, есть такой еще прикол, челлендж без смерти, и мало кто справляется. Чисто за респект. Зрители такое любят, вдруг справишься. Ну, на Рубика это, конечно, сложно сделать. А, ты попробуй. Ну, я попробую, да. Так, виллоу мид. По сути, виллоу не должна стоять против меня. Ей тяжело стоять. Есть болт, который снижает дэмэдж. В принципе, у половины мидрейнера тяжело стоять против Рубика. Почему? Потому что ты снижаешь им дэмэдж постоянно. Ух ты. И им тяжело добивать крипов, и им тяжело харассить тебя, размениваться с тобой. Чаще всего... Ну да, 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 неприятно. Там же в процентах срезает дэмэдж, правильно? Да, в процентах от белого урона. Банка прошла сразу. Поэтому я не покупаю тангусы чаще всего, когда я... Чаще всего, когда я... Изобрали крипа тоже. Если болт давать во врага, не просто давать, а... Нужно, чтобы, ну, типа, крипа зафармить. Ну да, да, то есть... Не надо сдавать в тупую, надо пытаться зад и прохарасить врага, и забрать пару крипов, либо крипчика, да, чтобы все было грамотно сделано. Да, и чаще всего... И чаще всего я еще даю болт в дальнего крипа, чтобы он не цеплял ближников, чтобы не пушить лайн иногда. А, то есть, чтобы тупо героя зацепить? Да, зацепить его, да? Зацепить дальника, зацепить его, и... Чтобы он страдал, ему было тяжело добить. Слушай, а по прокачке на четвертом пассивку берешь? То есть, Телекинез в раз останешься? Да, 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 Телекинез в раз. Дальше вторую пассивку максим. Телекинез мне по большей части нужно, чтобы, типа, какой-то подсейв был, либо, когда там не хватает чуть-чуть, когда бить врага. Но нужно зонить его уже. Он что-то нагреет. Но он не потянет. Ошибка всех мидеров против Рубика, они начинают хараситься. Также ошибка Рубика всех, то, что они жалеют болт. Они, типа, держат болт до последнего, думают, давай-ка я с ним буду тычкаться, размениваться, и в конце такой неожиданно такой дам, да, типа, что не ожидал, у меня болт есть там. Это не так работает, это нужно... Ох, ты, нифига себе там тычка. Ну, нужно снизить демод, чтобы размениваться в свою пользу изначально. Да-да-да, прямо вот если ты видишь, что вражеский, ну, мидер хочет с тобой харасить тебя, размениваться, нужно начинать прямо с этого. Слушай, а тебе непривычно играть и объяснять, как ты рассказываешь одновременно? Обычно, обычно, ну, тяжело, да. Тяжело, да? Иногда бывает, у меня это на автомате выходит иногда. А иногда, типа, ну, понимаешь, что лучше так. Есть у него фейрик? Нет у него фейрика. Промах. Промах. И все, он отдыхает. Идет сильнейшим, если такая поговорка. Да-да-да. То есть сапог филактерия, да, поехали? Да-да-да, сапог филактерия. Ну, я чаще всего сталкиваюсь с проблемой, то, что когда я покупаю филактерии, да, она увеличивает монопул, но маны все равно не хватает. Там бывает выбор, брать ли арканы. Раньше я всегда покупал арканы, почему? Потому что ты в линзу идешь, стопроцентные. А сейчас линзу не соберешь. Ну, ситуативно. Ну, она не апается в акторин еще, да, как раньше. Да, ну, минус лот. Не так приятно. В общем, как по мне, линза и филактерии, это взаимозаменяемые предметы. Нужно что-то одно из них брать. Выбрать. Почему? Потому что в конце два предмета надо будет тупо продать. Если мид изи, я обычно начинаю, типа, стою до седьмого левла, краду у мидера что-то полезное, но здесь мидер такой себе. Там особо даже красить нечего. И иду гангать сразу лайн. Да, максимум вот эту штуку. Потому что нам нельзя затягивать игру на рубике, вообще нельзя. Тем более сейчас... Будем играть темпово, да, пытаться душить. Лейд не за рубиком. Никогда не был за рубиком лейд. Ну, в редких случаях, допустим, когда есть что-то глобальное. Ну, типа, даже Игма там туда-сюда. Да, Black Hole, да. Black Hole, он всегда актуален на любой стадии игры. И то же самое ульта ЦМки. Вот она тоже переворачивает игры. Можно ее тоже купить. То есть играть через нее. Блинг, Корни и Фессура, наверное. Так, все. Он Макси-3, я понял. Правда, я еще сказал, что он Макси-3 штучки. Ну, я думал, может, все-таки, может, он в 2 возьмет. Обычно, ну, не знаю. А нормально, на ганг выйдешь с этой штучки. Ты такой, знаешь. А кто это поставил? Это он, обошел, поставил, по-моему, я не знаю. Но он отходил, я видел, что он отходил куда-то. Да, размер не тянет вообще. Мне очень тяжело против Рубика. Половинным лидерам тяжело ставить. Ну, наверное, темпларка, да, реально тянет? Да, темпларка тянет. СФ можешь Skyline, да, подушить? СФ Skyline душит до 6-го левела. Если ты перетерпишь... Блядь, что за мисклик? Я не знаю, напряг какой-то здесь сидеть. Как и другие люди здесь сидят, играют очень тяжело. Напряг, да. Напряг не только сидеть, что ли? Что ли напряг душит? Так, он промахивается. Не работает штука, прикинь? Не работает, я успел нажать. О, и пройдем у него вольт. А он умирает. О, кстати, классная кнопка, да? Да, вот это вот вилла, вот эта кнопка реально классная. Мы можем сейчас вырубать теперь. Не, ну ты классно сделал. Ты сначала... Я не знал, что эту штуку... Фейкать, значит, Dodged Magic Damage. Да, ты как бы, ну... Типа, она же не должен, слушайся, ауе дэмэч какой-то дать. А у я дэмэч не доджит, да. Ну, хотя вот это тоже аудитория, как будто бы, я не знаю. Ну, ульта, да, для ульты таргет нужен, а ты, как бы, тебя невозможно выделить как таргет. Да, да, я понял планечку. Ну, я этого не знал, кстати. Напишите в чате, ребят, в комментариях. Кто в курсе за эту тему. А я вот, например, не знал, что реально можно в виллу ульту и ее уже с пэллом стрикать. Так, сейчас нужно пойти гангнуть. Курьера сюда, за филактерием. Давай, давай. С кнопкой у меня есть хорошее. Опа, это клиентики. К клиенту. Попробуем в спину зайти. Так, у Акса мы ничего не крадем. Скорее всего, если я нажму кнопку, украду у Шейкера. Так как у Шейкера есть что-то. Но это наши мои. Это мои обе. Оба, два. Давай, давай, давай. А, его убили. Так, здесь выбор между даггером. Я подхожу, я подхожу. Есть сюда? Безвижно страшно туда идти, на самом деле. Давай вот этого уничтожим. Так, тотем. Тотем, тотем, тотем. Да, ну это пиздец. Он кто-то будет меня драть, кто-то все. Блин, я мискликнул обратно. Да что такое? Я путаюсь в кнопках. Ну, это мандраж. Я это называю мандражом. Он, он все, он приехал. Да, я же говорю, напряг, да. Чуть-чуть-ка непривычно играть. Так, сейчас выбор между даггером и Кайей. Я на рубике покупаю Кайя, почему, потому что, типа, пассивка много бустит тебе. Плюс Кайя еще. С Кайя это вообще класс прям. Там и филактери бустится, там все бустится, в общем. И проблемы с монорегеном решает. Вот опять-таки я не договорил, там, раньше я покупал арканы. Сейчас я покупаю Кайю. Почему, потому что арканы мне смысл нет покупать. Возьмем смока еще. Филактерии есть. Все есть. Вот, вот самый интересный момент, когда у тебя только появляется филактерии. А чуваки там низкого левела. И ты можешь показать им урон свой. Успеет ли долететь курьер? Не успеет. Фиссура первого уровня, не очень приятна кнопка. Нужно что-то украсть. Скорее всего, пока у меня даггера нет, я буду скакать бринком антимага. Зади-зади бежит кто-то. Ну, акс, акс неинтересен. У антимага, что был, блинк. Так, секунду. Крайдем, плик, нажимай фиссуру. А я еще в 3-дом. Жаль, не ты стырил. Да, жаль. Но вот опять-таки, если команда хорошая, мне не жалко отдать фрагам. Кусок после 3-хп улетел. Как же ему больно. Слушай, а пассив, как раньше, уже не работал? Да то, что она длительность эффектов увеличилась. Да, длительность эффектов перешел на ультимейт. Сейчас ультимейт увеличит длительность. Вон, 10%, 20-30%. Я заметил, что Рубик очень сильный 1 минут 20-25, да, наверное? Сильный, именно в плане урона он силен 1-20 минут. А дальше уже зависит от способности врага. Так, ульта. Рискруйте ли же туда? А, у нас же челлендж. Давай, Акстана, да. Пилотери только со спиллов работают, правильно? Да, он работает и с ультимейт, и с телькина. За любой направленный спил. Украдем блинк. Не, не хватит антимага. Вот поэтому я не люблю этого антимага. Ты его не пробиваешь, не убиваешь. Но у него будет проблема, когда у него появится агр. Точнее, аганим под агром. И мне нужно играть на своих коров. Кто может закончить игру, даже если низкий рейтинг, то только коры. Убьем его? Я прыгну и подниму. На карте мы кого видим? Акса видим. Других не видим. А, все, видим других. Тут трое. А там настоящий антимаг? Да, настоящий был. У него дыма же не хватит. Да, не хватит. Я жирный слишком филактерий. ХП дает. Да, я тебе отправил, да. Еще и филактерия у него сработала. Так, нет. Болта хватит? Нет, не хватит, не хватит. Я жил, пока откатится филактерий. Ну, с филактериями хватило бы. Вот, все. Ты на базу пойдешь? Да, на базу надбежать. А что, ребят, собираться нейтралу, что нам выбить? Какие нейтралки любишь с первого тира? С первого тира только фейрик. Которые урон дает магдемер. Этишки, да? Да, да, да. Только фейрик. Если фейрик нет, то беру вот цирклетку вот эту. Она с определением магии дает. Да, оккульт, оккульт-браслет жесткую штуку. Да, плюс она ман-реген дает от тычек по тебе. В общем, сейчас нужно ходить и по всей карте успевать нам что-то делать. Слушай, счет-то 12-11. Давай помогу на друиде. О, здесь еще один таргет, это хорошо. Ульту дал. Нифигаси. Ульту это хорошо. Ульту мы любим. Дали бы мне забрать еще стак набить какой-нибудь. Я даже не прочитал. А там стаки, да, набиваются. Да, 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 набиваются еще постоянные. Против антимага, прям... Даже если ты поменяешь спелс, так будет. Да, да, конечно. Слушай, а когда против морфа играешь на медовом рубике тоже, выруешь и... То есть нет смысла, да и можешь оставлять рубику с руки. Да, с руки оставить. Но опять-таки, какой период игры в начале я не полностью перекачиваюсь. Я оставляю, ну, какую-то ловкость, чтобы быстрее была тычка и так далее. Чтобы, ну, фармить, в общем. Спелы не всегда бывают. Ладно, заберем агр. Ульта, конечно, хорошо, но в данной секунде, в данной ситуации агр нужнее. Не, не убьем, не убьем. Ульта нет. О, может, ульта получится стырить. Даст ли он мне его? Даст он мне его. Вот в обычной ситуации я бы пошел до конца. Но он-он-он-то не знает, какой у меня рейндж. Просто сейчас за то, что хочется без смертей как бы сыграть, и ты не сделаешь половину того, что бы сделала в обычной игре. Короче, челлендж тебя ущемляет. Да, напрягает немного. Сейчас у меня выбор между даггером и аганимом. Я могу фаст аганим взять и украсть у антимага Блинк. То есть, Блинк мне заменит даггер. У меня две кнопки будет. Такой у меня есть. Тогда лучше аганим брать. Да, я тоже думаю, аганим лучше взять. Не забил акцию. Ахулик почему-то обмолодился на минутне, пошел с нами. А зачем вы пошли туда на всех твоем, пацаны? О, да на тебе с нулевой согрелся уже. Чел, там шейкер был один, блядь. Я пикнул, ладно. Ну, учитывая, что ты лидерамблер стой. Он мог бы шейкер убить, подошел, потом... Нет, там уже нет, я либо ринг, либо окулус. Там макдамидж немного, правильно. Хотя нет, у вилла есть макдамидж. Нет, давай лучше проблем с пандоришем. Она еще нажилась автоматически. Да, с лизиком можно будет... Шейкер нажмет, ульт? Заберем фраг, так, чтобы быть. Пульту сюда. Пускай он дабит его, а я пойду за другим чуваком. Не-не, а так-то не работает. О, Д, О, Д. Он же сдох ультимейт не кидал. Какой-то злой вообще, на воде чувак сидит. Я не знаю, он... Наверное, лу-стрик у чувака, я не знаю, что он такой злой. Обычно дизмораль бывает после лу-стриков. Да, слушай, ты его вроде размутил. У него, видимо, упорядочность была. Да, может быть, да. Руньки здесь нет во любом. Возьмем тпшку сразу. Смока возьмем, так как моя команда никогда не дружит с маками. Я не знаю, почему. На любом рейтинге. Я играл на 7 тысячах, на 7 тысячах. Там, чуваки, приходилось мне на виду покупать смока почему-то. Да. Так, Акса мы не видим. Есть ли у Акса даггер? Я не прочекал. Не, Акса вообще бедолага. Да, вон, нажми на него на иконку, покажи шмотки же. Ну, это последнее. Может быть, там, что-то. Нету, вангвар. Да, не, бедолага. Ты говоришь, да не волю я догоним. У тебя еще какой-то тайминг выгоним нереально. Да, тайминги ненормальные. Гоус, пока нажмем пациента. Все, не гонитесь, не гонитесь, не гонитесь, не гонитесь. Они все равно заняты до конца полюбят. Мне как нравится, как ОД всех прячет. То есть, просто так. Он на фраге играет. Без причин. Так, украсть, нажать ульту. Ульта этого КД. Страшно, страшно. Блин, обратно запутался в кнопках. Что такое, блин? Молодец, уходи. Ты будешь Ирина, вас слушай. Слушай, не будь. Нифига себе, Рэй. Помогите, помогите, помогите. Нет, не хочу умирать, я не хочу. Так, нет, я не умру, я не умру. Тут выбор между даггером. А, все, он поменял. Так, иди, что-то у него, нахуй на хакошек. Да, не хватит его зарубить. А может... Да, слушай, сколько у тебя там расходников? Давай, давай, гоним сейчас будет, антимага подловим, старим у него это. Да, заберем блинг и будем от его блинга играть. Агр, блинг. Все, нам много не надо. Ну, блинг я в любом случае куплю. Почему, потому что мне блинг нужен сегодня. Ладно, оставим ему фраг. Так как блинг, антимага не всегда будет рядом. Там будет такая ситуация, там ультимейты хорошие. Так, все, сейчас где антимаг? Вот он сам ко мне пришел. Взять ли сразу у него даггер? Да, у него блин уже с процентом. Ладно, до сюда. Сейчас уже пойдем в даггер по-любому. Теперь, теперь, как я люблю низкую порядочность. А ты играл с этим низкой порядочностью? Я играл, да, у меня есть аккаунт, там около 4-5 тысячах. Я, кстати, на стриме даже играл. Там, я же говорю, там удивительные люди вообще сидят. Я люблю это, как видите? Вот в прямом смысле, без шуток, если сказать, интереснее становится тут и газет. Ну, веселее. Веселее, реально. Так, Агар, есть ли Агар у него? Ну, потестим. Нет, свечку дал. Теперь, мне придется заново украсть блинг, чтобы поменять. Да нельзя, да, менять, короче? Да-да-да-да. К сожалению. Обратно ульту дал. Не дотянет, нет. Нет, убьешь, убьешь. Но он умер до 2-го. Да, немножко обойтую, там, на гаунт. Там тренд у нас пушем занимается. Так, антимага биржам. Вижу. Ну че, не блин, конечно. У него, походу, в КД был. Да, еще в КД было. Сейчас уже есть, но он все равно сдохнет уже. Не-не-не, это так не работает. Нет, туда я уже боюсь заходить. Хотя, Акса нету, там половина команды лежит. Пойдем-ка с трендом багажем. Жалко, что ульта вил он в 1, было бы 2, хотя бы урона залетел в нормально. Не, ну тренд у нас тут вообще парнишка такой. Будем ждать. Надеюсь, у него здесь нет. А либо он еще будет кастить метеор. Нет, метеор под ЧУ-2 будет кастить. Подальше от деревьев кинем его. А, он глип нажал. Либо не он нажал. Это мы у тебя возьмем. Не-не-не, это не так. Когда он собрался? Так не работает. Да-да-да. Талант я игнорю на 10 уровне. Почему-то Терекинас важнее за Максити. И беру сразу талант на 15 уровне. И потом уже... На 15, плюс 15, перезарядки украдь. А, нифига себе. Там таланты вообще... Блэрхоллом нормально, с Акторином можно мучить тему. Да, это да. Все, таггер есть. Теперь можно не зависеть от таблинка антимага. Ребята, напоминаю про мою с Лэнсом группу со слугами по доте. Разбор реплея от лучших тренеров. Или задроту любого героя. Обучение, боевой кубок, буст или калибровка. Кстати, насчет калибровки. Сейчас новая система, которую наша команда изучила полностью. Скажем так, можно выбить дот плюс 3000 ммр. По поводу заказа, писать в личку группы, либо ответственному за заказы. Специально для вас мы собрали сильнейших игроков. Ссылка на группу ниже. Ну а теперь возвращаемся к ролику. Так, ребята. Что-то у нас случилось, так сказать... ЧП. Вот. У Саида отрубился звук. Он случайно нажал горячую клавишу, и его звук отрубился. Поэтому видос теперь мы будем смотреть через реплей. Да. Вот и комментировать. Так будет легче рассказать, что происходит, и свои мысли как раз расскажешь. Потому что во время матча, во время того, как ты думаешь, еще и играешь, нам это все объяснять сложно. Это да. Да, мой косяк. Я уже пожалел раз в 200. Ну, вышло так. У меня на стриме тоже отключалось. Здесь, в моменте, я ошибся. Ну, там немного перенервничал. Я хотел поднять антимага, и там, за то, что модельки были рядом, я мискликнул чуток. У тебя квикасты, да, стоят? Не, я без квикастов. А, без квикастов играешь? Да, да, конечно. Я всю жизнь так. Я не могу с квикастами. Я вообще скажу больше, я не понимаю людей, которые играют с квикастами. Вот серьезно, не могу привыкнуть. Я пытался. Да, ты понял, что ты быстрее где-то среагируешь. Но все равно непривычно. Надо играть так, как тебе удобно в любой ситуации. Конечно. Так, ну тут ты там уже в видосе рассказывал. Но, как я понял, судя по тому, что я видел, самое приятное здесь это агр. Агрокс, да. Да. С аганимом особенно. Да, под аганимом очень много урона залетает. Если бы не комбинировались бы две способности, то там особо смысла не было бы. Там был бы только контроль. Так, здесь я... А, здесь я хотел украсть у Акса Агро. Он поменял ее и оставил. Но блинг это тоже приятно. Там бы поменялось бы у меня блинг. Да, затаймил антимага, ты в руты поймал. Вот так вот, покажешь, чем без смерти идет. Идеально, среди 14.05. Да. Вот спойлерить не буду, мы-то знаем, что будет. Но тут будет интересно движ. Да, особенно это очень напрягает. Обычно я когда играю, я чуть агрессивно играю, я врываюсь за место. Я готов умереть, но разменяться на кого-то, на кора какого-нибудь. Ага. На двух коров желательно. А здесь я играл максимально, ну, играю аккуратно. Почему, потому что, ну, все равно есть напряжение. Как-то изначально... Ну, ты не хочешь умереть. Да, было то, что челлендж. А к челленджам надо относиться серьезно. Согласен. Да, мы еще тут обсуждали с Аидом то, что очень важно на рубике слышать все, что происходит, потому что ты не можешь слышать, когда ты нажал спелл, оп, ты сидел врыв. Да, забрал агр, забрал агр и все. Это почему-то, потому что понимаешь, что в замесах в будущем эта кнопка мне нужна. Все замесы нужно заканчивать так, чтобы у вас после окончания замеса была нужная вам кнопка в будущем замеса. Это обязательно. А, да. Не, ну это слушай, у меня не за сухом матча выиграть сейчас. Да, это уже, как здесь и Акса. Вот, момент. Не получилось его добить. В общем-то, дэмэдж распределился так идеально, что не хватило урона на ульт, но его добила горелка от агро Акса. Да, если бы это на миллисекунду позже дал бы, как будто бы ты его срубил бы, да? Да, я бы срубил бы, плюс стак был бы. Стак это на рубике, тем более вечный стак. Чего стак дает? Армор. Как я знаю, полторы защиты дают один стак. Ну, я вроде бы смотрел, два стака, три защиты дают. Здесь показано один, типа, одну защиту показано. Но когда ты набиваешь два стака... Ну, не будет же показывать, да, не будет же показывать плюс один с половиной, поэтому... Да. Ну, на самом деле, один, мне кажется, даже один армор уже достаточно, он уже неплохо. Но два решили они, что перебор. Так, здесь я... Но сейчас что-то хочешь, ты сейчас хочешь поймать двоих вас. Да, 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 конечно, затаймить. Увожу их подальше. Краду ульт утрен так, как только он ее нажимает. Вот, нажал ульт, видел, ты спрашивал про Танта, видишь его ОД? Да, его ОД закрыл, оказывается. Здесь я взрываю Транта, но урона не хватило чуть-чуть. Не, тут на ОД, ребят, блин, это всего вы не услышите, не увидите, но на ОД там, я не знаю, просто... Просто какой-то гений играл игры. Там такой кадр вообще... Просто удивительный человек с удивительным мышлением. Ультимейт он интересно дает, когда героев нет уже в замесе. Да, ультимейт просто так выбрасывает, на пулку покидает. Ну, короче, непонятными вещами. Я там, знаешь, Хоскара Агрита, не знаю, если у него аганим или нет с ультимейта. Он прячет сразу чело, пайха, слэм. Да, здесь шейкер прям хорошо сделал. Смотрите, он получил денег, 740 и 1260. За друида, да. Мне вот интересно, убил ли он медведя еще? Если он, Мишка, умер раньше, но хотя вряд ли. Друид мягче, чем Мишка. То за медведя плюс 300, это вообще вкусно. Насчет звука, что касается звука, я, кстати, здесь две кнопки оставил на будущее. Там могу украсить, там вроде фиссура была, но эти две кнопки поважнее будут. Почему? Потому что, как ни крути, один контроль, глобальный АОЕ контроль. И второй, тоже как бы, мановоид, тоже контролит на микросекунду, но, тем не менее, урон тоже залетает. Тем более, после обновы, мановоид антимага теперь оглушает всех вокруг, кто цепляет. Да, всех, кого касается АОЕ, да, есть такое. И, что касается звука, мы говорили, то, что звук на рубике очень важен. Много игроков, я знаю, которые играют в колонках, не в наушниках. В наушниках очень важно играть, причем, потому что ты в наушниках определяешь, где какая кнопка была нажата. Ты можешь по звуку определить, в какой части карты. Даже если ты не видишь кого-то, где какую спелл нажали, и ты можешь его украсть, реагировать. Допустим, я уже играл, я много раз играл, что слышал, типа, палец Леона нажимался, слышал. Там другие спеллы нажимались, и я максимально уже ориентируюсь по звуку, резко перемещая карту и краду этот спелл. Очень важный момент на рубике. Да, так что, ребят, наушники играют большую роль, это все на рубике, оказывается. Также, также, еще есть момент озвучка персонажа, то есть реплики, которые говорит персонаж. То же самое может быть такое, что идет замес, и вы нажимаете на кого-то спелл стил, вы не знаете, что у него есть. И Рубик половина способностей не все, половина способностей он озвучивает. То есть, когда ты колешь какой-то спелл, да, он говорит, фростбайт, эпицентр, эклипс, он называет способности. То есть спелл к вам еще не долетел, в момент нажатия ульты вы уже слышите, что к вам летит. ДА, ДАЖЕ ХОРОШИЯ ПЕЧКА ДАКАЯТС Так, понимаете, да, вот-вот-вот, вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, да-да-да-да-да-да-да-да-де-вок-бугликался, а он просто. Пахорон на такую точку решил поставить. Юлина, твой ник, да, Джин, или ты это поменял? Или это было здесь? Нет, это я поставил, Джин. Я свой ник не вставлю. Просто были случаи, когда меня... ух ты вот здесь уже жестко еще и пауза как залетела агры стирил там да моментально течет не помню я пережду и зайду а нет я закинул мне таки сбили я себе на телекинозе кинул туда на них как я понял меня это зацепила какая-то там волна ну да видимо я нажимал даги не нажимался мне пришлось себя телекинозом кинуть на себя он еще и оглушает тоже телекиноз по приземлении и плюс продлить контроль и агром и вот что важно когда вот допустим я много разыграл я не знал что украсть идет замес допустим я против скорпиона играл я я думаю что у него подкоп я нажимаю на него сполстил и рубик называет приднул способность могут эпицентр и пока эпицентр к тебе летит ты уже можешь понять что он тебе летит и может блинкаться в замес то есть каком не спала летит я уже заранее приканулся замес и эпицентр мед там долетел я его там нажал уже много раз такое было так что это очень важный момент и микро моментов очень многое со звуком связанных очень много моментов тут они убивают друида 800 голды обратно отдали да они что-то нормально так у вас перевес все равно растет 28000 29 но за каждый килл за это очень много бобришка и он урок как ему больно урон сбил актерия конечно и фил актерии и тычка до того очень много залетела на самом деле фил актерии можно всегда собирать на рубике без разницы что там какой пик есть там способности для кражи нету на фил актерии на рубике очень сильный предмет особенно ты покупаешь очень быстро вначале там и не знаю левел 8 10 данный у тебя как раз блок макшен и пассивка там промах шина и ты можешь просто со второго спала полката вырубить ничего то я назад и могу заберу за собой но он все на уходе на блинке прикольно проделал прыжком отпрыгивать да 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 вылетать спайта на самом деле я бы скорее всего я бы ему дал бы тычку статема два раза но так как я не хотел убирать скажем так я решила не хотел чтобы тиману выжиг да да я решил немного с его и сыграть рефреша на подходе ребят да здесь я думал что взять обычно в обычной ситуации я взял бы you так как там акс там там но он полезный в общем во первых жить ты сам живешь такса поднимаешь много импакта но здесь я решил взять ее рефреш почему что кант ну контроля много кнопок много хороших и думала что если дать 2 агро за это время мы наваливаем дэмджа нашли хускара пускар обратно отдал 700 голды тогда во время не сломаешь руби как раз таки гуглирует такой герой во время сломаешь хг затянешь да вообще нельзя затягивать на персонажи вообще нельзя нужно как можно максимально нужно задать темп и поддерживать этот темп на протяжении всей игры вообще можно пойти подфармитесь там ты вот осознаешь что те какой-то шмотки не хватает там допустим даггера юла аганима можно там отвлечься от фарма отлично от от файтов и пофармить где-нибудь если допустим на качество никого нет но чаще всего нужно сражаться конечно иначе ты проиграешь игру очень высокий шанс поиграть здесь я соберу двоих да и обратно тащу за собой шейки дала меня обратно здесь кажется кого-то вот и можешь лететь да да здесь я выжил чудом но на развороте я конечно думаю зайти туда или нет посмотри сейчас ты влетишь я думал час акс влетит тебе я не снимать на тело где-то него тушку смотрел может быть у него когда было кто знает возможно да я может когда здесь я уже на базу да здесь без маны рубик и не воин играя на рубике я могу сражаться с 500 хп даже там с 200 хп но я не могу сражаться без маны я чаще всего без хп и дерусь так так и бывает но без маны вообще с рубиком нельзя ничего сделать манна это наша рубик такой значит наверное его любишь просто герой хайлайта да да не то чтобы хайлайта даже просто я изначально мне понравилось я вот как-то сидел в четырнадцатом году 2014 год и думал вот мне нравится магия в принципе в любых играх и думаю кого бы взять я как-то сидел на инвоке играл какое-то время на леоне играл ну чё-то не то и как я как-то поинтересовался лором персонажа мне понравился лор персонажа вот именно персонажа лор в то время рубик не был таким сильным у него пассивка была если помнишь была аура который дает сопротивление магии на командах вот я еще с тех времен с тех времен я играю на это персонажи он тогда был слабеньким относительно сейчас сейчас он очень прям ибо для меня и с тех пор несмотря на то что он был слабым я все на нем играл я вот решил для себя что это мой персонаж как бы его не фиксили чтобы с ним не делали я буду на нем играть я вот так решил изначально и потом как же и обрадовался когда появились обновления которые поменяли его пассивку сели прочь на нем ты играешь уже услугу 2014 года до 14 года представьте у него опыт ребята реально я даже дома костюм рубика есть плачь плачь до плачь было бы круто на самом деле плачь рубика знаешь на стримах в плаще рубика сидеть там не говорили друзья говорили возьми чё ты типа есть у тебя настолько сильно там прям альтер-эго возьми г-по стрим плачек поменять в костюме мы посмотрим и потом когда вот персонажу поменяли пассивку вот еще пассивка же была не такая начали она попала аурой переключающийся в боевой режим то есть снижался потенциал мне да да нажималась с тех времен вроде нажать на боевой режиме на команду вроде да 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 переключать можно было прям во время замеса можно было переключать и в этот момент что придет в голову 1 конечно же догон ты думаешь если я снижаю сопротивление магии значит догон будет много наносить и оттуда пошел мне бил через догон потом уже пассивку поменяли в урон способности это вообще я просто на седьмом небе было счастья так тут врыв от шейкера я жду момента краду агр а мне тут что я тут что-то не доиграл но опять-таки опять-таки волнение дают о себе знать ну ты выждаешь не знаешь не дальше косвит отец его двоих замены обглажали агар еще раз розочки неприятные но я стою обликаюсь еще раз назвали право за собой на рыбе забирают а врач медведевику подадили здесь я говорю мы пойдем с пушим и закончим говорю а он такой нет где я хочу там погулять а тогда в рейн поджидайте мира и тогда сильно обрадовался на плаче филактирю добавили в начале я как-то скептически относился думал они не надо что он идет особо нет я знал что он делать не надумал стоит ли забивать слот я начать так думал типа есть предметы поважнее допустим там даггер какой-нибудь купить и думал такое но потом когда я потестил я понял что это просто кошмар какой-то когда пассивка рубика усиляет уровень филактерии это просто ужас на самом деле а ты знаешь что габан хотел другую шмотку добавить нет а что за филактерии сейчас когда мы три плита смотрим покажем зрителям эти я тебе тоже покажу мне даже интересно что это зашел здесь году агра сразу почеку что у вас уклона агро идет да да у вас рефреш тем более сейчас расширает конечно там воды зашел под руинелом как обычно ну да в своем стиле он марку держит сайт жмем ему руку мне кажется воды цель была даже не выиграть а просто поиграть мне кажется вам балансе в игру типа начали просто поиграть и еще пообвинять во всем рубика уже все начали тебя обвинял это я уже привык к тому что все относятся так плохо негативно к рубику радует что хотя бы он играл будет игроки которые просто не играют туда не видишь что медрубик и говорят что и все мы проиграли в рубик не мидер он ничего не сделает от игре хотя бы играл чувак за это уже отдельная благодарность ему туша 25 ты импактит конечно конечно там один из важнейших талантов на рубике два очень таких сильных таланта это снижение кулдауна украденных спулов на 15 и на 25 урон украденных спулов 40 процентов 40 процентов это жестко да еще это особенно жестко если вы против тебя какая-нибудь там crystal maiden луна с эклипсом или лагуна там пальцы ли она это вообще кошмар там 2000 урона залетается одной кнопки просто здесь у меня пассивка антимага я говорил как полезно пассивка антимаг в некоторых случаях то что она дается один и маги здесь видно что меня 66amp целям магии так как к пассивка дает и в некоторых случаях даже можете пассивкой поле так как ага не вам позволяет две кнопки иметь в итоге пути в какой-нибудь маг pika если против воistle где в какой который сбривает вам хп macd моджем то можно в 1-сот оставить пассивку чтобы жить А в другом слоте что-то такое, что вам уже надо будет для файта полезное В пассивке есть много приятных Там есть блюр, мартры, ты можешь украсть И на тебе будет промахи 50% И тебя какой-нибудь Урса или Слак не сможет убить, допустим Да, еще плюс-то если с аганимом, ты можешь ее понажимать пока Ну, там же этот А у нас спылы, кстати, блур не обновляет? Нет, с аганимом Потому что когда ты делаешь на фантомке с аганимом килы Да, там спылы обновляются Спылы обновляются, да Кстати, после патча я даже не смотрел Я какой-то момент я проверял Я видел, что это не работает Но я понял, что Габен, скорее всего, понял, что это слишком ембово будет Чтобы она тебе сбрасывала, допустим, какой-нибудь там, Black Hole, допустим Либо даже если это будет не ультимейт Даже обычные кнопки есть сильные Допустим, тамба зомби Ты две тамбы можешь поставить, три тамбы поставить Но после патча я не тестил, кстати Надо будет посмотреть как-нибудь Вроде бы последний замес, у тебя там трон падает, мишка бьет, трон Я выжидаю момент Но я здесь жду Агр Акса по-любому, так как я ворваться не могу Все, Агр я услышал, забрал Агр И сейчас Даггер катится, я прыгаю туда Подаю это Крадует невеский, рефреш, еще раз Агр И еще раз будет невеский И все, они просто разбитаются Это жестко, ребята, согласитесь, это было очень красиво Еще и Бессмертия закончил Да, 21.0.20 Не красота ли это? Так вот, что я говорил-то в видосе, я сейчас скажу сейчас Я считаю, что Савиола, Саида нужно пригласить еще и на проверку на сигнатурку Тут мой вот пробный ролик Вот, на проклятом аккаунте Относительно не на высоком рейтинге сыграли Вот, и я думаю, что Давай покажем статистику по демаджу тут Я думаю, что нужно проверку на сигнатурку на трех разных рейтингах сыграть Посмотреть, что получится Миллион демаджа, 46 Туп-урон на карте 47 почти, да Урона прям нормальная Я же говорю, а этот Агр такая кнопка Недооцененная Да, есть такое Вот так вот, поэтому я думаю, что Савиола нужно обязательно пригласить в эту рубрику Либо хотите, может, колесо фортуны Напишите мнение в комментариях А насчет шмотки, которые хотел добавить Габен Я, короче, нашел две шмотки Которые Габен случайно Может, пофиксили, нет, разве? Не-не-не, не пофиксили Их в доте нету Они есть, как бы, но в игре их нету Мне даже интересно, что это Я очень надеюсь, что в будущем Габен свяжет линзу с филактерием в один отдельный предмет Ну, сольет эти два предмета в один Это было бы просто офигенно Так как они реально друг друга дополняют Я нашел картинку Нажимай там бесконечная мана, я не знаю, чтобы читы врубить в игре И напиши, например, минус айтем Минус айтем? Пробел лунар Ух ты, что за иконка? Это предмет должен был быть вместо филактерии Короче, ты на кого вешаешь этот предмет? Он удваивает маг дэмэдж Да, нет Сейчас А, ну, я отвечаю Где Лина? Подожди, а я на себя могу я нажать? Нет, это только на врага можно нажимать Ты можешь просто дать болт, например? А, подожди, то есть я врага ослабляю, получается? Да, смотри, давай просто болт не было Я понял Ну, допустим, вот Просто болт Просто болт Вмени, а там Да, и обновить, например, полностью ХП обновить, там вон вишни, рефреш есть И нажми теперь на него эту кнопку и болт Он двойной дэмэджи А, ну ни хрена себе А, ну а если, допустим, вот я украл лагуну Ну, с талантом пускай будет Далее слагуну, по-моему, не сработает Там есть предел дэмэджи Да, 375, я понял Да, 375, да, я мощнее Да, все правильно 375, предел есть У нее, слушай, с этой кнопкой я бы пользовалась Это же нейтральный предмет, правильно? Нет, нет, это купить А, это купить можно А, это предмет, видишь? Здоровье, дать скорость передвижения Слушай, интересная шмотка Да, я бы хотела его добавить, но передумал, видимо Но она есть в доте А еще есть такая шмотка, напиши, минус сайтом Минус сайтом? И пробел Тар ТАР В смысле, я иду с учебем Хотел Тараску себе добавить Девайтам Тараску Написать, я нашел вот такую шмотку В процентах дает скорость передвижения Не просто 10, а в процентах 20 урона Она еще дает сплэш Клифф, видишь, 20% в ближнем бою Ну, офигеть, а что за тир-шмотка Мне просто интересно Ну, она много дает на второй Либо первый Ну, второй, это прям вообще было бы вкусно На самом деле Если первый, это вообще имба 20% Это нифига себе Так что ГБН такое, вот хитрый типуля Да, было бы прикольно, кстати, вот с этой шмоткой поиграть Да, прикольно выглядит Ну, видишь, ее тестили И, видимо, передумали Добавлять ее в итоге Даже если наберешь сейчас филактерию Ну, вот, в шмотках Посмотри, как она собирается Они даже похожи чем-то Ну, так-то, да Она хп-шки дает А я не Цена при продаже 1150 Она стоит примерно столько же Ну, филактерия уменьшить в два раза Получается 1180 Да нет, одна цена Там 27 всего лишь Ну, да, почти Чуть-чуть Ну, если выбирать Мне кажется, все-таки филактерия Я был бы за филактерия Не, это тоже прикольно шпотка Но я был бы за филактерия Ну, да, ей лишнее Без лишнего геморроя просто нажимаешь Там, да, да И плюс она срабатывает при любой Даже вот при спел-стиле срабатывает Да, да, на любой направленность Там я видел, что Баратрума даже с базы Просто чардж нажимает на лох и почелу Набирает там Да, это еще Я еще сам, когда играл На стримах тоже показывал Я крал чардж У меня он тоже активировался На огромной дистанции просто Так что, ребят, что Напишите насчет Савиологу Куда еще его позвать Я думаю, все-таки проверка на сигнатурку И обязательно залетайте И твич есть, и ютуб Ссылки я оставлю Вот, реально круто играет Показал, хоть и рейтинг невысокий Но показал мастерство Хоть и говорит, что плохо сыграл Интересно, что, по его словам Хорошо сыграл на рубике Хорошо сыграл-то совсем другой Здесь просто я немного переживал Поэтому, ну да Там, можете посмотреть Увидеть, поймете Такие дела Спасибо тебе тогда Голосуйте за кольцо фортуны Все, все, спасибо И спасибо, что позвал Было действительно приятно поучаствовать И зови еще Буду рад поучаствовать в других рубриках, конечно же Ну все Все, всем пока, всем всего хорошего